Да. Зима 1941-1942 год для партизанского движения, конечно, была самая тяжёлая. Почему? Потому, что, я уже говорил, не успели развернуть заранее в нужном количестве базы подготовленные, и невозможно было нормально получать питание, в силу того, что зима была очень холодная, аномально холодная. Это и немцам было плохо, но что-то как-то все забывают, что генерал Мороз одинаково и наших долбил точно так же. Не бывает такого, чтобы немцу было холодно, а русскому не холодно. Это только если бы какие-нибудь ханты-манси и венки, вот они, да, они 30-градусный мороз гораздо лучше переносят, чем немцы или русские, например. Но их, к сожалению, очень мало. Это малые народы. Ну и то при наличии хорошей одежды. Да, естественно. А партизан? Что партизан? Партизан находится на грани выживания всегда. Это очень экстремальное занятие быть партизаном, потому что, особенно на первых порах, невозможно себе построить какие-то избы, пятистенки, сложить русские печки и зажить. Нет, они находятся на диверсионном нелегальном положении, т.е. за ними следят, их ищут и их стараются выщемить. Поэтому нужно постоянно прятаться, перемещаться. Для этого нужно, чтобы у тебя постоянно была еда, какой-то кровь. А с этим были большие проблемы. Я уж молчу, проблемы с боепитанием. Потому что же нужно воевать как-то. А как? Плюс, конечно, территория Советского Союза гигантская и очень сильно разнообразная. Потому что, конечно, самые лучшие партизанские отряды действовали в белорусских лесах. Просто потому, что там даже сейчас, в этих белорусских лесах, с дронами, со спутниками, хрен ты кого найдешь. Какая-нибудь там Припельские болота, это вообще просто можно уйти и не выйти никогда вообще оттуда. Поэтому да, там партизанам было несколько комфортнее. А, например, в степной Украине, где степь, потому что она степная, Украина. О чём высокохудожественный сериал «Ликвидация», где они там прячутся под Одессой, где-то в степях, по всей видимости. Да, именно так. Короче говоря, там прятаться очень непросто, прямо скажем. А особенно, зимой, когда облетают листва, и даже имеющиеся леса делаются просто прозрачные, видно через них всё. Самолётик пролетел, плюс зима же ещё очень снежная была, а на снегу следы. И вот самолётик пролетел, и видно, что тут у вас постоянно ходят какие-то люди в больших количествах. Спрашивают в командовании собственном. Тут ваши ходят? Нет? Ну какие ещё могут быть варианты? Кто там ходит? Нужно пойти проверить, кто там ходит. Понятно, кто там ходит? Партизаны там ходят? Тут, конечно, в Крыму был совершенно беспримерный подвиг, если говорить не о Степной Украине, а о Крыме. Это партизаны вот жамушкайских каменоломнях, которые жили в просто нечеловеческих условиях. То есть, это скалы. Там нет воды. То есть, воду им приходилось добывать буквально в скалах, долбя при помощи каких-то микровзрывных зарядов, кирок, мотык, 15-ти метровые скалы, чтобы добраться до воды. Без еды. То есть, совсем без еды. Там людей, естественно, пока они долбили штреки к воде, у них кончилась еда, остался только сахар. Ну, сначала на сахар ловили крыс. Потом крысы, они очень умные. Быстро сообразили, что тут какой-то сахар неправильный, и перестали ходить к партизанам. Вот они умудрялись выбираться из этих каменоломень, обворовывать какие-то поля с несжатым ячменем. Ну, какой калорийный, если это пища, мы все понимаем. Там находить какие-то трупы убитых лошадей. И еще и воевать при этом каким-то образом. Причем в Крыму, конечно, партизанам было совсем нехорошо, в силу того, что крымские татары очень быстро пошли на коллаборацию с немцами. Не все, прошу заметить, не все далеко, но многие пошли на коллаборацию с немцами. Ну, а в силу того, что они местные, они все знают. Во-первых, они, а, партизанам, в отличие, например, от тех же белорусских лесов, не предоставляли каких-то услуг в виде поставки продовольствия, помощи медикаментами, кровом и так далее, одеждой. А во-вторых, они просто наводили немцев. Знаете, самые партизанские отряды. Поэтому, конечно, в Крыму партизанам было совсем тяжело. Хотя они там провоевали вплоть до освобождения. То есть, когда мы там высадились, переправились через Севаш, ударили через Перекоп, вот там оказалось, что партизанское движение не умерло. Оно есть. Но на остальных территориях немцы справлялись, точнее пытались справляться с партизанами нехитрыми, проверенными временем способами. Во-первых, устанавливали этап на заговорительной комендатуре. То есть, у всех проверяли документы. Просто так не походишь ни в коем случае. Во-вторых, местное население, им всем предлагалось сотрудничать, как минимум быть хиви, то есть, хильвилие, добровольные помощники. Или... Волонтёры. Волонтёры, да, точно. Или вступать прямо в полицаи. Соответственно, из местных набиралась администрация, бургомистры и прочее. Из коллаборационистов набирались полицаи. Опять же, это местные, как правило. Не всегда, но, как правило, местные, которые, опять же, они не хуже всех знают в окрестности. И от них очень сложно спрятаться, если что. То есть, они, может быть, сами не справятся прямой военной силой, но пригласят немцев. Наведут. Наведут, да. А немцы использовали совершенно конкретно для этого зондеркоманды. То есть, из эсэсовцев, которые хорошо обучены, хорошо вооружены. Вот они, кстати говоря, самые опасные. И, опять же, не стеснялись применять любые средства. От собачек, которые хорошо нюхают, хорошие толковые немецкие овчарки, до авиации, танков и артиллерии. То есть, полный список средств. Причём, понятно, что партизанам ничего им противопоставить-то в прямом бою и не могли. Потому что танка, естественно, партизанами, скорее всего... Ну, понятно, что мог быть трофейный. Украсть могли танк. Но надолго его одного хватит. Минут на пять. А у немцев с танками всё было в порядке. Поэтому, конечно, это была большая проблема. То есть, облавы, этапно-загогительные комендатуры, использование коллаборационистов и прямой военной силы. Плюс, конечно, из коллаборационистов формировались, так называемые, ложные партизанские отряды. То есть, формировался отряд, как будто партизанский, из местных. Его отправляли в лес. И они уже там сами или наводили немцев, или сами справлялись. То есть, как троянский конь, условно говоря. И, конечно, самое действенное средство против партизан, это было массовое расправа с местными жителями, которые заподозрены в помощи партизанам. Причём, заметьте, заподозрены. То есть, не доказано, что они точно кому-то помогают. А вот прям есть зона, где активно действуют партизаны. Значит, нужно там просто всех убить или всех выселить. Чем активно и занимались. Правда, тут, конечно, немцы, используя это эффективное средство, ровно одного не учли, что сила действия равна силе противодействия. Как только местных стали вот так вот под корень выводить, местные, точно понимая, что им терять нечего, они стали полностью всемирно помогать партизанам. Если мы говорим о времени после битвы под Москвой, которую немцы с треском проиграли, то есть, партизанам стало несколько легче. Почему? Потому что, во-первых, было огромное воодушевление, в том числе и на оккупированных территориях. То есть, стало понятно, что партизанам помогать не только можно и нужно, но ещё и крайне полезно. Потому что, в общем-то, раз немцев один раз расколотили, то, видимо, расколотят и ещё раз, и, скорее всего, окончательно. А значит, лучше помогать партизанам, а не немцам. Это среди колеблющихся, которые всегда есть на любой территории, среди любого населения.